Приветствую вас, друзья! Короче, мы сегодня будем приседать. А поскольку я решила совместить полезное с приятным, мы с вами пришли к березе, к моей. И я порассуждаю. Поскольку я сейчас считать не буду ничего, я уже до этого замеряла, что примерно 200 приседаний – это 10 минут, 10-15, поэтому вот нам 10 минут и погнали. Я просто... Знаете, о чем задумалась? Задумалась о том, что на Медне мы ездили на родину, в Ульяновск. Вернулись вчера под утро. Вот вчерашний день прошел, сегодняшний подходит к концу. И я замечаю, что то, что мне хочется сделать, я вообще нифига не успеваю делать. А когда я начинаю анализировать, о чем же я занимаюсь, почему я не успеваю сделать то, что я хочу, я понимаю, что я просто зависаю во времени и занимаюсь не тем, что я планирую делать. Поэтому сейчас я разозлилась на себя. И... Ну, не хочу говорить решила, потому что решаю я целыми днями. Что-нибудь решаю только весь проблем в том, что это надо довести, как говорится, до дела, до действия. Поэтому я себе даю сейчас... Ах, собаки-комары. Не набрызгалась. Даю себе время. Сегодня у нас какое число? 21-й, наверное. Да? Не знаю, какое сегодня число. Даю себе время. Ну, скажем, до 1-го августа на разгон, для того, чтобы с 1-го августа уже у меня не было вариантов для отговорки. Почему я не вышла? Почему я не поприседала? Почему я не сделала то, что я хотела сделать? Не поработала в Инстаграме? Не сделала встречу? Ну, я, конечно, о бизнесе, да, о возможности заработка не подергала траву, не прополола, не скосила, не полила сейчас не актуально, не подсушила и так далее. В общем, как-то надо организовывать себя. Это, кстати, одна из сторон, другая сторона, скажем, медали, когда тебя никто не заставляет, тебя никто не мотивирует, кроме тебя. Единственное, человек, который может это сделать, отражение в зеркале. Вот. Это первый момент, о котором я хотела сегодня высказаться. И, конечно, о, комары, комары, в этом смысле вы мне очень помогаете. Почему? Потому что я обещаю себе, но за компанию обещаю и вам. Что вот, я буду каждый день выходить к березе. А утром с собой очень легко договориться, чтобы не выходить. И здесь нужна очень сильная мотивация, сам мотивация и принятое жесткое решение. Но, знаете, вот, признаюсь честно, этот режим жизни очень сильно расхолаживает, расслабляет. И это неправильно. Поэтому, когда ты понимаешь, что если не ты, то никто, ты сам для себя начинаешь придумывать какие-то способы, поддержки. Ну, вот в данном случае я придумала, что вот эта страница, она мне реально помогает, потому что я же вам сказала, что я приседаю у березы. И как я не могу приседать у березы, поэтому пусть уже ни утро, ни фига, но я опять приседаю. Не знаю, будет ли вам меня слышно, может быть, звук будет рваться, поскольку я меняю постоянно положение тела, но это уже второстепенно. Короче, я хочу себе дать 10 дней, ну, сколько там, до 1 августа, чтобы войти в ритм, в режим, в поток и делать вот эту вот физическую нагрузку, которую я для себя определила. Я уже четко знаю, что мне нужно. Это первое 200 раз минимум приседаний у березы, как говорит профессор Нюмалакин. Это исключительно, конечно, болтать не нужно, но ничего, мы сделаем исключение сегодня. Это упражнение для сердечно-сосудистой системы, для сердца, чтобы оно как мотор работало и выполняло свою прямую функцию. Когда вот так 200 раз приседаешь, нет нагрузки на колени, а за счет того, что тянешься на руках, есть положительное воздействие на позвоночник раз. И я уже заметила, после первой сотки сердце начинает работать, прям кровь бежит по всему телу, ее чувствуешь, появляется энергия, ты начинаешь потеть, немножко забивается дыхание. Ну, в общем, короче, это то, чего нужно. Я думаю, что со временем тренировки придет то состояние, когда от 200 раз не будешь задыхаться. Второе – это обязательное отжимание. Отжиматься, естественно, я не умею, у меня руки слабые, поэтому я себе придумала отжиматься у лесенки 20 раз. Ну, начнем с 20. 20 раз у меня получается отжиматься. Я стою примерно, если от пола, то под углом, наверное, ну, скажем так, градусов 60, наверное. Ну, вот так вот. Это не важно. Важно начать, потихонечку накачая. Я помню, как-то много-много лет назад я ходила на йогу, и незаметно для себя постепенно стало легко вставать в планку, легко вставать в собаку, смотрящую вниз. Потихонечку у меня тут накачались мышицы, потому что мышицы у меня никогда не было, я никогда не занималась спортом. Ну, то есть все возможно, если верить в систему ежедневных действий. К чему я и хочу себя привести. Это вторая планка. Ой, бра-бра-бра-бра-бра-бра, не планка, а отжимания. И планка. Начать там. Вот на сегодняшний момент я могу простоять в планке 10 секунд. После сбивается дыхание, напряжение, и я падаю. В общем, довести до какого-то, сколько надо стоять, минуту, пять. Вот это третья. Четвертая – это вечерняя зарядка. У меня есть какая-то программа в телефоне. Я не помню, как она называется. Буквально 10 минут, разные упражнения. Ежедневно они разные, 10 или 15 минут. Дочь у меня является тренером, но мой тренер регулярно забывает меня приглашать на тренировку, поэтому, в общем, придется это тоже взять под свой собственный контроль, поскольку, если не мы, то никто. Вот. Это какое там, получается, четвертое и пятое – 10 тысяч шагов. Кроссовки я уже купила. Кстати, я однажды слышала вот эту теорию, что если не получается принять решение и начать уже сегодня, то делай это плавно. Если ты решил сегодня там заниматься какими-то тренировками, начни с покупки коврика. Формы. Можно даже первый день просто лечь на коврик и полежать. Можно начинать не с 10 тысяч шагов, а просто выйти за забор и постоять в кроссовках. Ну, в общем, короче, вот на этот разгон у меня 10 дней. Ходить-то мы ходим, но не ежедневно, и это надо прям очень сильно подкорректировать. Вот. Это 5 моих шагов ежедневных действий к моему здоровому телу. поскольку за... Вот помню, как-то я некоторое время назад писала, что цифра 90 на весах меня очень огорчила, потому что 90 я была, когда мы боролись за грудное вскармливание, и я просто пила толпами йогурты, соки всякие... Не соки, а смеси для повышения удоя. И вот тогда я начала сильно поправляться, и у меня дошло до 90 килограмм. Это очень тяжело носить эти почти два ведра по полтора. И потом я скинула, естественно, поскольку сейчас пришло такое время сильно малоподвижное, и вся подвижность моя заключается в спуститься утром со второго этажа на первый, как говорится, из кровати в диван лечь, выйти там на участок, ну, покосить, пополоть. Но это очень мало. Соответственно, мы не вырабатываем всю ту энергию, которую после питания, что съели и превратили в энергию, мы её не вырабатываем, ну и всё откладывается вот сюда. И 90, конечно, уходит. Я сейчас 87-88, когда поем побольше. Хочу. Ну, мне надо примерно 79-78 килограмм. Я себя чувствую в этом весе очень хорошо, и это соответствует моим данным. И я думаю, что вот эта система пяти ежедневных действий по физической нагрузке ведёт меня в эту форму. Ну, раз, а во-вторых, вы невольно станете помощниками в этом деле, потому что я вот вам сейчас тут говорю, исповедь как на духу, да? Если я ещё осмелюсь это выложить, то, как говорится, назад пути нет, за нами Москва. Я начну это делать, а, соответственно, через 90 дней выработается устойчивая привычка это делать. Оно впишется в мой режим и график. Ну и деваться будет некуда. Потом, после этого, появится уже удовольствие. Удовольствие, привычка и минимальная затрата энергии для того, чтобы это делать, потому что я буду это делать на автомате. Ах, какие собаки жужжат вокруг и жжут меня. Вот. Ну что ж ты прям... А, так вот незаметно, кстати, прошло 10 минут, но, судя по темпу, я думаю, что я 200 не сделала. Поэтому ещё чуть-чуть поприседаем. Вот. Это первое и, на мой взгляд, ну, по крайней мере, для меня очень важное то, что сегодня пришло ко мне в голову. Надо перестраивать режим. Надо перестраивать, встраивать, скажем так, дорабатывать. Мы много чего сделали для этого, но ещё много что есть сделать. Скажем так, украсить свой образ жизни, стиль жизни. Конечно, физическая нагрузка – это не одно. Физическая нагрузка – это сложно назвать. Физическая нагрузка – это, давайте так, движение, подвижность момента. Этого недостаточно. Это, конечно же, и питание, и водный баланс, и сон. Я думаю, что, начав вот с этого маленького, постепенно придём и к большому, да? От ежедневного к великому. Ну, если будет вам со мной интересно, то, как говорится, welcome. Мне тоже с вами хорошо. Поскольку, ну, наверное, это наш советский народ. Особенно более продвинутые поколения. Мы воспитаны на принципе сначала общественное, потом личное. Поэтому вот для себя как-то мы не очень умеем делать. Мы постоянно говорим о любви к себе. Но любовь к себе, как начинается, на том же и заканчивается. Потому что для себя мы редко что делаем, действительно делаем, да? А вот когда мы можем договориться с кем-то, вот для кого-то, с кем-то за компанию, это значительно проще. Поэтому, я думаю, вам это нафиг не надо, я со своими приседаниями. А мне так позарез надо. Ну, а если кто-то найдётся, кому тоже это будет надо, то у нас уже будет двое, пятеро, сотня, тысяча. Я думаю, что таким образом потихонечку мы будем оздоравливаться сообща. В общем, вот такие у меня мыслишки сегодня. И что тут мы? А, ну ещё две минутки. Сегодня, когда я смотрела, ну, лазила по Инстаграму, наткнулась на какого-то организатора марафонов и гивейвеев, и в его марафоне один, не буду фамилию называть, один из спонсоров, девушка молодая. Мне кажется, она вообще школьница. У неё почти два с половиной миллиона подписчиков. Два с половиной ляма, блин, людей. Я зашла на её страничку. Господи. Свят, свят, свят. Чего там только нет? Какая там херня, простите за мой французский. И попой она трясёт. Делает всякие движения из полового акта. И несёт такую фигню. И матерится. И, ой, ну, жесть. Короче, поняла я, что я уже так стара и неактуальна для Инстаграма. И если я буду продолжать дальше пытаться сделать что-то современное, трендовое, то я точно буду в утопе. Поэтому я подумала, то есть, та глубина, о которой я всегда пытаюсь что-то донести, какую-то там глубокую прокачку, что хоть в отношении воспитания детей, что хоть в отношении в семье, с супругом, с мужчиной, с женщиной, что хоть в ценностях и принципах по построению бизнеса. Бог-то мой, это сегодня почему-то так неактуально в массах. И, в общем, я сдалась. Я сдалась, ну, там, довести мой Инстаграм до миллиона. Нафиг не надо мне это ничего. Я хочу быть собой. Ну, вот я такая, как есть. Да, старорежимная, с ценностями из Советского Союза. В Советском Союзе, как вы помните, секса не было. Летали в космос, строили коммунизм, верили в его светлое будущее. Были какие-то идеалы, ценилась семья. Ну, то есть, много было хорошего. Было, конечно, и плохое, как и везде, да, две страны медали. Но очень было теплого, доброго, хорошего, что до сих пор, кстати, греет душу. И до сих пор, ну, лично в нашей жизни не меняется. И именно этим и, на этом и держится. Ну, я думаю, что я не одинока, да, нас не так много, наверное, судя по тому, что моих подписчиков всего сто семь, а не два с половиной миллиона. Ну, я не монетизирую свою страничку, а только-только ее недавно начала, и, собственно, пока просто поддерживаю ежедневную активность. Возможно, я когда-то научусь и привлеку больше людей к этим мыслям. Ну, в общем, начинаем с себя. И главное, остаемся с собой. Остаюсь с собой. И делаю то, что мне... И говорю то, что мне за мои 49 лет дало силы, дало счастье, дало какого-то наслаждения от жизни, получения кайфа. Но, возможно, кому-то это более актуально, чем трясти попой в экран телефона и сиськами тоже. Поэтому попу от вас немножко прячу, встаю боком, сиськи тоже не показываю. Сил в другом, брат, да? Ну, так вот. О, почти 20 минут. Я рада была с вами сегодня быть. Пока-пока. До завтра. Продолжение следует...